В былые времена мы бы только усмехнулись предложению купить китайский автомобиль за 5 миллионов рублей, ведь столько стоили премиальные немцы. Но сейчас ситуация изменилась, и поднебесный премиум решил попробовать свои силы на нашем рынке. Так в России появилось представительство бренда Skywell. Это часть телекоммуникационного гиганта Skyward Group, который вдобавок занимается выпуском бытовой электроники. А два года назад фирма решила создать автомобиль – электрический кроссовер ET5. При длине 4,7 метра модель можно считать конкурентом Havaila F7. Переднеприводный Skywell оснащён одним электромотором, который выдаёт 204 силы. Что касается батареи, то россиянам предложат топовый вариант ёмкостью 72 кВт-часа. Как уверяет производитель, полной зарядки должно хватить на весьма внушительные 520 км пробега, а перезарядка от медленного терминала займёт 10 часов. Максимальная скорость – 150 км в час, а время разгона до сотни – 8 секунд. Вполне приличные показатели, поэтому план по продажам, которые начнутся в октябре, достаточно оптимистичен. В ближайшее время марка хочет обзавестись 30-ю дилерскими центрами, которые должны на протяжении года продать более 3000 машин. Вот только цены трудно назвать привлекательными. Самый доступный Skywell Comfort будет стоить 4 миллиона 500 тысяч рублей. Хотя оснащение включает 6 подушек безопасности, кожаный салон, продвинутую медиасистему и многое другое. В комплектации Luxury вдобавок имеются панорамная крыша, лазерный дальний свет, камеры кругового обзора и раскладные передние сиденья, которые подходят для комфортного сна. За такое электромобиль просят неполные 5 миллионов рублей. Все машины будут иметь гарантию на 5 лет или 150 тысяч пробега. А гарантия на тяговую батарею – 8 лет или те же 150 тысяч километров. Серые дилеры сейчас отдают машины заметно дешевле, но безо всяких гарантийных обязательств. Помимо электромобилей, китайская марка вдобавок предложит россиянам гибрид. Он построен вокруг полуторалитрового трубомотора, а внешне отличается от чисто электрического родственника лишь нюансами. На небольшой скорости электромеханический вариатор распределяет нагрузку так, чтобы ДВС подзаряжал батарею. Но во время интенсивных ускорений моторы работают вместе, а на высокой скорости бензиновый двигатель становится основным. Субтитры создавал DimaTorzok